Есть люди, которых принято называть альтернативно одаренными. Наш сегодняшний герой, без преувеличения, претендует на альтернативно гениального. Мы давно подбирались к этому проекту. Новейшая история медиа Татарстана. Битва, из которой есть, вышел бизнес онлайн, холивар газеты «Казанское время» и журнала «Площадь свободы». Эпическая сага о том, как один майор обнулил медиа империю эфира. Все это позже. Сегодня у нас герой, который упал с сияющих вершин власти так сильно, что очевидно отбил себе мозги. Будучи же на этой вершине, он очевидно страдал от гипоксии, недостатка кислорода, что привело к нарушению адекватности поведения. Ирик Муртазин, бывший пресс-секретарь президента Татарстана, бывший заключенный, либеральный блогер с непогашенной судимостью, считающий себя настоящим журналистом. Многие события относятся к эпохе до интернета, потому придется рассказывать по картинке. Картинка, как вы понимаете, есть у меня в памяти. Многие из вас тогда были младенцами. Придется верить, потому как я был свидетелем. В 1995 году в Казани появляется тревожный пацанчик Ирик Муртазин. Он входит почти со стороны деревни Чмаровки. Но это отсылка к Ильфу Петрову. Муртазин появляется из Вологды. Там какой-то странный бэкграунд. Он и капитан-танкист. Запомните про танкиста, это важно. Он и что-то там был в политике, помощником депутата. В Казани Муртазин возникает в ипостаси зам редактора газеты «Молодежь Татарстана». Тут лучше сразу о смешном. Смесью благоговения и почитания относилась к Муртазину моя тогдашняя коллега Игуль Мирзаянова. Сейчас она маточкой дышит. Маточка становится каменной, не только не излучает нужную нам энергию, информацию. Начиналось это у Айгуль давно. Женщины, которым предстояло задышать маточкой, дышали к Муртазину неровно, а он им рассказывал свой план на жизнь. План успешного успеха по Ирику состоял в том, что он становится главным редактором газеты «Молодежь Татарстана», затем пресс-секретарем президента Татарстана, потом спикером Госсовета Татарстана, а затем уж и президентом республики. Сейчас звучит смешно, но излет 90-х был временем остывающих возможностей, и многие верили в сказки. Ну, особенно женщины, в чьей маточке и голове мозгов было примерно одинаково. Намеченный героем карьерный трек вильнул в сторону, и пресс-секретарем президента он стал не сразу, он стал сапкором вестей. Это такая программа новостей на канале «Россия-1». Сейчас многие из вас об этом не знают, но тогда новости активно смотрели бабушки и даже люди среднего возраста. Это долгая и неинтересная живанина. Вести, что тогда были кондовыми, что где, когда сюжетами, что сейчас смотреть невозможно, промотаем. Муртазин задал президенту Шаймиеву пару провокационных вопросов, как-то хорошо попался на глаза, дерзких тогда оценили, и пресс-секретарем президента Татарстана наш герой таки стал. Тут-то башню ему и сорвало. План, о котором Муртазин рассказывал моей коллеге с «Маточкой», избывался почти пункт в пункт. Помогают разблокировать нашу матку до состояния сочности, манкости. К слову о манкости, герой наш любил клеить тёлок на улице с тачки с номерами блатной серии ОАА, ну и был эротическим флебусьером или сексуальным пиратом. Поговаривали, даже снимал хоум-порно на битакамы подведомственной студии Харият, а разок попался на танцах в ночном клубе, который исполнял в семейных трусах. Ну, трусы семейные вроде как традиционная ценность, а эротический флёр тогда не был таким уж харамным. Все мы были моложе, тестостерон выше, тлетворное влияние Запада сильнее, кто-то ещё не женился даже. Но согласитесь, госслужащий пляшет в семейных трусах всё-таки перебор. Трусы и бабы куда ни шло, но для человека, представлявшегося армейским капитаном, субординацию знать стоило. Знаете вы или нет, но базовое, чему учат в армии, это субординация. Примерно то же в аппарате президента. Есть глава аппарата, какой-то там пресс-секретарь, это подай, принеси пресс-релиз. На этом и погорел несознательный капитан Муртазин. Тут прям история от первого лица. 2001 год, октаныш, земляки решают выдвинуть на новый президентский срок своего выдающегося уроженца Ментимера Шаймиева. Я еду от телеканала, где тогда работал, встречаю Муртазина, он вежливо интересуется, что тут делаешь. Я говорю, что вроде что-то важное намечается. Глава администрации сказал поехать. Глава администрации в ту пору Акзам Самаджи Губайдулин. До сих пор один из толпов системы. С капитаном Муртазиным после упоминания главы случается истерика. Так, на секунду, простой пресс-секретарь орет, непонятно какого хрена цензурная замена Акзам Самаджи лезет в мои дела. Фиксируем, пресс-секретарь, подчиненный главе администрации, считает себя главнее непосредственного руководителя. Ну и фразой столетия была адресованная мне, ты ж в пуле президента, а не в пуле главы его администрации. Отрыв башки. Ну, тут ребятишке больше рассказывать нечего, за такие кренделя Муртазин из аппарата и вылетел. Граждане всенародно передоверили Ментимеру Шаймиеву. Заслуга блестящей предвыборной кампании была целиком главы аппарата Шаймиева Акзамас Аматыча Губайдулина. И через какое-то время он даже рулил Центр разбиркома. Пресс-секретаря Муртазина выгнали за работу в противоход. Ну и как у нас принято, мы и сирых, и убогих не бросаем. Ментимер Шарипович великий гуманист, и Муртазина пристраивают на заслуженный отдых председателем ГТРК Татарстан. Спойлер. Шаймиеву этот гуманизм еще отольется, а на ГТРК работать не надо. Там колба остановившегося времени. Я помню, был ребенком, ГТРК заведовал несгибаемый Туфик Сагитов. Туфик Камардинович до сих пор заведует службой радиовещания ГТРК, а я рискую каждый день помереть от старости. Это такая модель пожизненного найма, покруче японской. Помните же наш герой-танкист? Я же говорил, что это важно. Впоследствии Муртазин напишет о своем периоде на ГТРК то, что назовет книгой. На деле длинное путанное повествование о том, как конфликтовал с руководителем канала ТНВ при его создании, как пытался спасти оркестр ГТРК, ну и в принципе, как создавал много ненужного движа в стакане воды собственного затуманенного сознания. Про ТНВ ремарка. Муртазин и пожизненный глава канала ТНВ Ильшат Аминов – идейные антиподы. Некогда Муртазин воспринимался эдаким смутьяном от медиа. Он Аминов, наоборот, дрейфовал в консерваторы. За это Муртазин вывел Аминова негативным персонажем в еще одной своей книге. Аминов в кулуарах госсовета тогда ворчал «Сволочь Муртазин, поймаю морду, набью». Но представить, что Аминов когда-то станет тем термоядерным мужиком, который выдает о баранах и коровах, узколобых, невеждах и президенте моего сердца, так и вижу картину, как вся эта эмигрантская тусовка толкается локтями, чтобы подобраться к корыту, куда белая рука хозяина, скребившегося в презрительной улыбке, сыпет печенюшки. Такую риторику представить до поры было нереально. Тут вопрос, кто кого переплюнул. Муртазин же основал жанр, который я определяю, как танкистская проза. Долго, нудно, неинтересно и в ЖЖ. В живом журнале была такая одна из первых соцсетей. С председателями ГТРК Муртазин вылетел за два года. Оцените талант. Люди работают там по 60 лет. Наш герой справился за 24 месяца. 2002 год. Теракт на Дубровке. Муртазин назвал террористов повстанцами, сидя в студии с советником президента Рафаэлем Хакимовым. В принципе, эта пижня стоила карьеры обоим. Рафаэлю Севгатовичу лучи сочувствия. Его отставили мягко в директора Института истории. В начале же нулевых Хакимов был мозгом просвещенного татарского национализма. Я не был с ним согласен идеологически, но общаться было интересно. Настоящий интеллигент, престижная улица Севгата Хакимова в Казани, на которой мечтает жить каждая эскортница, это улица папы Рафаэля. Севгат Хаким — великий татарский писатель, автор «Белых цветов». Все вышесказанное относится к доинтернет-эпохе. Вот эфир Муртазина о Дубровке мы искали, но не нашли. Сейчас интернет все помнит. Тогда было обязательно писать и хранить два месяца телевизионного эфира. Компетентные органы достали запись, наш герой вылетел со всех работ, и началась череда мытарств несостоявшегося спикера госсовета в оппозиции. Вы же помните план «Успешного успеха», которым Муртазин рассказывал нервно дышащим маточкой женщинам. И гнилая картошка вот эта, чтобы все понимали, это наши негативные эмоции. В общем, пропустили, тут мы много чего. Наступает уже интернет-эпоха, еще жив-живой журнал как платформа. И в сентябре 2008-го бывший пресс-секретарь Ментимера Шаймиева, бывший симпатизант чеченских террористов Юрик Муртазин, совершает свое самое резонансное деяние. Это сейчас твитнул, а тогда ЖЖ живой журнал так, что, видимо, жижнул. Так вот, 12 сентября 2008-го года Ирик Муртазин жижнул, опубликовал фейк о кончине своего бывшего шефа, президента Татарстана Ментимера Шаймиева. Фейкуля прям грандиозная. Всякий маломальский интересующийся знает, что Ментимер Шарипович до сих пор с нами допродлит всевышние годы его жизни. За публикацией Муртазином фейка о смерти последовала череда разбирательств, уголовных дел, клевета, возбуждение ненависти. Еще не было тогда это трендовой статьей. В общем, героя нашего отправляют в колонию поселения. Так появляется Ирек Несвободный. Как раз так мы и назвали историю. Ирек — это по-татарски свобода, игра слов, ну, сами понимаете. Тут, собственно, легко отследить смену эпох. Твиттер, 148 знаков вместо железобетонных лонгридов живого журнала тогда же и появился. Я помню, первый или второй мой твит был посвящен приговору Муртазина. Герой попил мне кровушки, и я жалел, что ему мало дали. Ну да, они по-христиански. По работе мы пересекались. Упырем Ирик был редким, кровушки попил немало. Твиттер я завел в феврале 2009-го. Как смотреть свои самые старые твиты, не знаю. Прошло почти 15 лет. Муртазин свое за дискредитацию отсидел, после чего из Татарстана уехал. Как вы уже догадываетесь, штырит героя до сих пор. Он давно освободился, но ирека Несвободного так и не отпускает. Есть у него два любимых занятия. Выдвигаться на каждых выборах где-то там в Азино. Это такой микрорайон в Казани для неместных. И писать в новую газету, легендарную кузницу русского либерализма. Глафред Новый, Дмитрий Муратов, эдакий обломок столпа либеральной демократии с личным кладбищем представителей уникального журналистского коллектива. Новая газета, кто не помнит, закончилась с началом СВО. Кто-то уехал в Европу и оттуда делает откровенно антироссийское вертолетное медиа. Муратов же вроде в России занят правозащитой. Он там, скорее всего, единственный вменяемый. Нашему герою Муртазину достался мелкий ютуб-канал «Новая видеогазета». Там смешно. По форме это как если бы диктор известей 90-х пытался без изменений в ютубе. Несвежий воспитанник ВГТРК Муртазин рассказывает унылые криминальные истории 90-х и нулевых. Ну, на 5000 подписот и самое то. Кстати, хвалит за борьбу с преступностью нынешнего руководителя администрации Раиса Татарстана Асгата Сафарова. С 1998 года Сафаров 14 лет был министром внутренних дел Татарстана. Именно в период, когда МВД Татарстана возглавлял Сафаров, в республике было покончено со многими криминальными группировками, одной из самых могущественных и кровавых среди которых и была ОПГ-29 комплекс. Так-то оно так, да трошечки не так, как говаривал один незабвенный тележурналист 90-х. Ирек Несвободный никак не может забыть каких-то огорчений 30-летней давности. И вот уже ролик об адыгане Салахове и его показаниях на бывшего главу Елабуги Гафурова от чего-то называется генерал МВД и братва. Хотя о самом генерале там за уши притянута пара реплик. Первую о неоценимом вкладе в борьбу с преступностью вы слышали. Есть вторая. Главы МВД республики информации, конечно, было побольше. Но генерал Асхат Сафаров тогда, в 1999 году, не решился отправить за решетку Лешата Гафурова. Возможно, что это была мимолетная слабость генерала, решившего, что и среди братвы бывают приличные люди. Журналистики предположений Завишки не существует. Есть журналистика фактов и научная фантастика. Гражданин Муртазин, начиная предполагать, какая информация была, а какой нет, становится куда-то посередине между конспирологом и блогером. Но ведь Муртазин, лишившийся всех золотых цацок госслужбы четверть века назад, позиционирует себя как искренний и честный журналист. Увы, все выглядит немного иначе. Немолодой человек с внешностью ведущего вестей с 1995 года и дикцией жертвы инсульта пытается строить предположения о содержании папок с оперативной информацией 90-х. Генерал-лейтенант у него становится просто генералом, как-то совсем не по уставу гражданин-капитан в отставке. Но самое странное не это. Я не готов воспринимать в качестве морального камертона танцора в трусах из ночного клуба. У всех были грехи молодости, но почему-то встречаемся мы сейчас в Ютубе, а не в монастыре. У нас тут не журналистика, потому честно говорю, что обличителю Муртазину совсем не имею желания верить. Секундка морали. Люди не меняются, сколько бы танцев в трусах с собственной совестью они не исполнили. Обиженные сидят известно где, а расстраиваться 25 лет как-то слишком саморазрушительно. Мы за четверть век столько всего забыли, забывать, знаете ли, то же искусство. Наверное, в истории должны быть выводы, в этой истории тоже. Но здесь как минимум два. Не умеешь пить, не танцуй на публике. Ну и лучше вовремя на пенсию, если ютубер из тебя не очень. Заведовать службой радиовещания, чего-то неизвестно куда, не самый плохой финал карьеры. Иных выводов пока нет. Это была первая серия новейшей истории Медиа Татарстана. Ждите продолжения. Интернет все помнит, но мы помним эпоху до интернета. Нам есть что рассказать, чтобы вы поняли, как мы сейчас до такого дошли. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!